Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Волнует вопрос. Мы с парнем были знакомы только в интернете. Общение я жил к уже двух лет, но редко, где-то в среднем раз в месяц-полтора выходили на видеосвязь для лёгкой беседы. Подскажите, как сохранить отношения на встречу в реале, которая, возможно, могла бы быть в будущем? В самом первом пихеприетке, но около двух-трёх месяцев назад, у нас был разговор, что если я приеду, то он меня поддержит. Стоит ли тогда его тоже не привозить или, если сам не пишет, то тоже не дёргать его и ждать встречи. А то я часто переживаю, хочется встретиться с ним, пообщаться, да, и пока это один человек, который уже знаком, хорошо, который мог бы меня поддержать в другой стране. Спасибо. Ну, мне кажется, что здесь, во-первых, у вас много страхов и тревог, которые, наверное, не имеют никакого отношения к молодому человеку. В принципе. То есть, ну, мне вот, по крайней мере, так показало. Да. То есть, мне показалось, что довольно большое количество ваших вот переживаний, страхов, оно как-то вот, ну, не относится, что ли, к, собственно, вашим отношениям к человеку. Вот. По крайней мере, мне так показало. Если это действительно верно, то вам я бы рекомендовал в первую очередь поработать именно с ними. С вашими страхами, с вашими переживаниями, вот, с вашими эмоциями, вот. Потому что, ну, это, вот, то, что вам не будет давать по большому счету покоя. То есть, вот, ну, есть у вас набор каких-то переживаний, которые, вот, ну, как-то вот у вас присутствуют каким-то образом, да? И этот набор переживаний, он, как бы, ну, мотивирует вас к тому, чтобы совершать некоторые действия. Вот. 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 Порой, вот, не совсем, может быть, может быть, соответствующие. Там по тому, чтобы вы бы сами, например, для себя хотели. Вот. Вот. А, ну, например, вы можете бояться того, что это не забавно, или вы можете бояться, что, вот, ну, допустим, вы, что ни с кем, что не справитесь. Здесь, вот, ну, с, какими-то моментами в своей жизни, с какими-то аспектами, вот. Вот. То есть, если вот какая-то здесь, в данном случае, вот, тревога. Вот. И, как мне кажется, наша задача заключается в том, вот, чтобы помочь. Вам, ну, условно говоря, чтобы помочь вам, как-то вот в этом для себя разобраться. Вот, чтобы помочь вам, как-то вот для себя этот момент поисследовать. Потому что сейчас у вас, ну, просто может не быть ресурсов для того, чтобы, вот, как-то лучше понимать, чего вы хотите и так далее. Вот. Это первый момент. Второй момент, на который, вот, ну, хочется обратить ваше внимание. Первое. Это то, что вы не определились со своими целями. То есть, если вы, например, выстраиваете отношения с мужчинами или с мужчиной. То это, это один момент. Если вы хотите от человека, допустим, поддержки, то это другой момент, другой аспект. Поэтому необходимо эти вещи для себя как минимум разграничиваться. Вот. Потому что мужчина, он не будет выполнять все эти роли. Вот. Ну, к сожалению, или вот, к счастью, он не будет это делать. Вот. Поэтому вам нужно определиться, где, чего вы хотите. Развивать. Вот. А в каком направлении вы хотите развивать свои отношения к человеку? И, исходя из этого, двигаться к тому, что вы, в общем, хотите развивать. Такие вопросы, как, как лучше там себя вести, как лучше поступить и так далее. Вот. Ну, мне кажется, несколько некорректно. Потому что вы сами, в принципе, знаете, как вам хочется себя вести. Вот. Вам нужно просто это почувствовать и признать. Ну, возможно. Сейчас. Вот. Вот. Чтобы было успешно, это реализовывалось. Пока что в этом направлении вы не двигаетесь. Потому что у вас, опять же повторюсь, довольно много страхов есть, которые мешают вам. Вот. И вы там не можете решить, что вы хотите и так далее. Ну, это решается, в принципе. Это решается, например, в процессе психотерапии. А вот такие вот сложности корректируются. Вот. Вот. То есть, здесь ничего как-то такого удивительного нет. Ага. Ну, вопрос, вопрос только вот заключается в том, как бы хотите ли вы, собственно, с этим разбираться. Ну, с этим разбираться, вот. Вот. Потому что, интересно ли вам с этим разбираться. Потому что, ну, я не знаю в данном случае. Вот. Понимаете, да? Ну. Ну, тут вот нужно смотреть. И смотреть, как мне кажется, довольно внимательно, чтобы не пропустить некоторые важные моменты. В следующем пунктом, который мы можем запронуть с вами, это ваша неуверенность в себя. То есть, вы приводите впечатление, к сожалению, очень неуверенного в себя человека. Вот. И это не может мне не чувствоваться. Вот. Поэтому, ваша задача, в том числе, поднять к себе эту уверенность. Вот. Да, через работу над собой. Следующий момент. Ну, то, что вы собираетесь, если я правильно понял, в другую сторону, это прекрасно, но вам, как мне кажется, в первую очередь, нужно ответить себе на вопрос такой. Зачем я туда еду? Для чего я туда еду? Что я хочу там получить? На что я надеюсь? Вот. На что я считываю? Если вы себе сами не сможете ответить на эти вопросы, то вам, в общем и целом, и поддержка особо не поможет. Знаете ли? Там и что все равно, как бы, будете тревожиться, все равно будете переживать. Вот. То есть, целеполагание в данном случае необходимо. Вот. Ну и на что еще важно обратить внимание? Это, вот, в целом, на характер вашего взаимодействия, ну, вот, с мужчиной, да? Потому что если вы с ним взаимодействуете вот на таком, как вы говорите, в достаточно легком уровне, в контексте легкой беседы, вот, то вам может быть, там, оказана такая поддержка, которая, ну, в общем-то, могла бы и не оказываться. Вот. То есть это тоже такой достаточно важный момент, как мне кажется. Вот. Найду вам. Так же. Я рекомендовал бы обратить свое внимание. Вот. Ага. В целом. Наверное, это все, что можно сказать. по данной ситуации, потому что довольно мало информации. Но я бы вам очень рекомендовал бы почаще соотносить, так скажем, ваше ваше ожидание с тем, что на самом деле происходит. То есть я бы рекомендовал вам соотносить то, что вы ожидаете, ждете от своего, например, партнера, с которым вы сейчас можете сообщать следу, что реально он вам готов давать. Это как правило не одно и то же. А поскольку при общении в интернете достаточно легко уйти в некую такую идеализацию человека, поскольку в отношениях достаточно легко уйти в идеализацию человека, что вам необходимо себя от этого постараться, по крайней мере, застраховать. Вот. Чтобы не было неожиданностей. Вот. Это то, что хотелось вам с точки зрения психологии, пожалуй, ответить. Ну, по крайней мере, вот на данный момент. То есть хотелось вам сказать, дополнительно, дополнительно, мне кажется, можно будет поисследовать это индивидуально. Вот. На личной консультации, если вы решите этим заниматься, да. Вот. Дополнительно, можно вам с вашим молодым человеком обратиться за помощью, если он, допустим, захочет что-то обсуждать, что-то поисследовать. Тоже как и вы. Вот. То есть здесь, ну, наверное, самое главное, вот, это вот не ограничивать себя. Да. Ничего. Вот. Не ограничивать себя, вот, в каких-то проявлениях, что-то, да. Вот. И, соответственно, ну, наверное, вот, как-то признать, допустим, что вот здесь, как бы, трудность, вот, что вас, ну, вас, вот, что-то беспокоит, например. И, соответственно, вы хотите с этим что-то сделать, да. То есть, как бы, понимаете, что вот хотите, ну, что-то изменить. Абсолютно такая вот нормальная история, это абсолютно такой вот нормальный ход вещей, потому что, как бы, собственно, здесь ничего не происходит. Ну, просто если вы, там, грубо говоря, будете от себя бежать, да, вот, если вы, там, грубо говоря, ну, будете надеяться, вот, решить что-то самостоятельное, например, у вас уже сейчас не не получается, как бы, решить что-то самостоятельное. Вот. Ну, на мой взгляд, как бы, ну, будут иметь место, вот, серьезные проблемы. И, в принципе, ваша, в принципе, она может еще больше усиливаться. Но, если вы этого не хотите, да, я бы, вот, рекомендовал бы вам обратиться за помощь. Ну, понятно, что решать в данном случае, что только вам. Вот. Никому больше. На этом все. Надеюсь, что помог. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.